Здравствуйте! В эфире новости Дагестана. Меня зовут Фатима Буталибова. И вот главные темы этого выпуска. Трактористу повезло. Его не было в кабине. В Дахадаевском районе на дорогу обвалилась часть скалы. Бывает и такое, что клубника на весу растет. О новой методике выращивания неземной ягоды расскажем сегодня в выпуске. Люди учатся в институтах по 6 лет, потом лет 10 становятся агрономами. Ну, в принципе, этот путь мы прошли короче. Результаты налицо. Шутили даже про улицу Каркмасова. На летней площадке Дагестанской государственной филармонии прошла игра КВН на кубок мэра Махачкалы. Печальный финал когда-то известной команды. Махачкалинский Анжель не получил лицензию РФС из-за непогашенных долгов. Обвал скалы в Дахадаевском районе на участке автодороги Уркарах Киша на проезжую часть сошла масса горных камней. По неподтвержденной информации, вместе с мощной лавиной скальных пород в пропасть упал и трактор, в котором по счастливой случайности никого не оказалось. Районная администрация и отдел ГОЧС предупреждает местных жителей об опасности и советует воспользоваться объездной дорогой через село Миусиша. Салман Дадаев вручил родным военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на территории Украины, ордена мужества. Официальная церемония состоялась в конференц-зале столичной администрации. Фактически сегодня ребята бьются не только за свободу и независимость Улганской народной республики, Донецкой народной республики. Фактически они сегодня воюют за нас, чтобы мы, чтобы наши дети могли жить под тем же мирным миром, который нам подарили наши предки тяжелой войны 1941-1945 года. Подвиги дагестанцев были отмечены на самом высоком уровне. Президентом России Владимиром Путиным принято решение наградить шестерых махачкалинцев орденами мужества. К сожалению, посмертно. Самые искренние слова соболезнования и низкий поклон, глубокая благодарность за тех сынов, которые его воспитали. Администрация махачкалы будет проводить комплекс мероприятий по увековечиванию памяти погибших в ходе специальной военной операции. Их имена будут носить безымянные улицы муниципалитета, а также школы. Напомним, что ранее имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова присвоено школе номер 42. Также в его честь переименована бывшая Джигитская улица в микрорайоне и подром. Саудовская Аравия установила стоимость паломнических услуг для хаджа в 2022 году. После чего хадж-оператор Дагестана Марва Тур объявил о своих ценах. Так, базовая программа «Эконом комбинированный» стоит 4700 долларов. Паломники из Махачкалы полетят в Дубай, а оттуда на автобусе будут добираться до Медины. Напомним, Дагестан в этом году традиционно получил самую большую квоту на хадж среди субъектов России. В паломничество к святыням ислама смогут отправиться более 4500 жителей республики. С 28 по 31 мая в Цунтинском районе пройдет выставка реликвии пророка Мухаммада «Мир ему благословения». Мероприятие состоится в спорткомплексе селения Бешта Бештинского участка. Всем гостям необходимо иметь при себе паспорт, так как село расположено в приграничной зоне. Организатор мероприятия традиционно выступил в Муфтиад Дагестана. Без земли и воды, просто в воздухе. Энтузиаст Руслан Умалатов практикует вот уже несколько лет уникальный способ выращивания клубники. Он первым в стране запустил в промышленном масштабе проект по прогрессивной методике – аэропонике. Как вообще это возможно и как на вкус? Неземная ягода узнавала паспорт Ханапова. Железные трубы вместо грядок, поролоновые губки вместо грунта – так клубнику еще никто не выращивал. Руслан говорит, идти по легкому, уже растоптанному пути – не его. Садовод-экспериментатор узнал о новом методе 8 лет назад и начал его изучать. Аэропоника – это система, которая позволяет растениям обходиться без почвы. Полезные вещества подаются по таким трубам. Никакого опрыскивания химикатами и никакого полива. А все питание – это минеральные соли. Питательные растворы добавляют в резервуар с водой, откуда смесь идет по трубам. Сейчас в теплице все автоматизировано. Руслан просто корректирует интервал подачи в зависимости от температуры и влажности. Люди учатся в институтах по 6 лет, потом лет 10 становятся агрономами. В принципе, этот путь мы прошли короче. В результаты налицо. Висячая клубника растянулась на 3000 квадратных метров. Почти все здесь Руслан делал своими руками. От зачистки участка до сварочных работ. Немец или голландец нам не помогли. Все мы своими силами выстраивали. Все сварочные работы, покрасочные, монтажные, автоматика – это все сделано нашими руками. Трубы здесь установлены так, что не надо догибаться при сборе. Так удобнее и спина не болит. Ухаживать за кустами, снимать урожай помогают местные жители. Они вот эти говорят, болезнь дают другим. Клубника, словно для клубники, вы тоже видите же, крупная, красивая. Ну как ухаживаешь, вот так и урожай получается. В основном Руслан выращивает клубнику сорта альбион. Это премиальные ягоды без кислинки. Я решила лично проверить, каково это собирать клубнику стоя. И заодно попробовать на вкус клубнику, которая выращена таким уникальным способом. В прямом и переносном смысле просто неземная клубника. Всего в теплицу садовод вложил несколько десятков миллионов рублей. По его словам, бизнес окупается, но вся прибыль уходит в дело. Руслан утверждает, деньги для него не главное. Главная идея и сам процесс. Патемат Ханабова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Индирей, Хасавюртовский район. Искрометный юмор, шутки про улицу Каркмасова и не только. Все это на столичном КВН. На летней площадке Дагестанской государственной филармонии прошла игра клуба веселых и находчивых на кубок мэра Махачкалы. За главный приз боролись шесть лучших команд Юга России. Для участия в юмористической игре в Дагестан приехали КВНщики из Ростова, Ставропольского края, Ингушетии и Чеченской республики. Кубок мэра Махачкалы забрала команда «Флэш-Рояль» из Ростова. Главный приз победителям вручил Салман Дадаев. Градоначальник поблагодарил всех участников клуба веселых и находчивых и зрителей за участие. Мы получили огромное удовольствие. Давно, на самом деле, так не смелось. Я понимал, что у меня снимают камеры, но я не могу сдержать эмоции. Иногда даже с определенной гримасой думал, как надо будет собраться. Но, тем не менее, на каком-то и так я подумал, а почему все мне. Мы хорошо вовремя сориентировались и вспомнили депутатов. Там даже член-министрам тоже досталось. Так что спасибо за то, что никого не обделили. Карен Сагаманян, участник команды «Флэш-Рояль», рассказал, что им очень понравилась Махачкала. А еще КВНщики успели побывать в интересных уголках республики и попробовать все виды чуду. С тыквой понравилось, с зеленью. Кстати, у нас в Армении есть похожее, называется «Жинья-Лавгатс». Как настроение? Настроение супер, нам очень понравилось. Махачкала, мы здесь первый раз, нам все понравилось, очень современный город. Администрация Махачкалы проводит розыгрыш среди участников голосования по выбору благоустройства общественной территории. Для этого необходимо прийти на центральную площадь столицы с 4 до 8 вечера. Возле тематического баннера будут находиться волонтеры, которые подскажут условия для голосования. Победители будут выбраны путем генерации случайных чисел в тот же день. Конкурс будет проводиться ежедневно до 30 мая. Напомним, что территория, набравшая наибольшее количество голосов, будет отремонтирована за счет федеральных средств. Махачкала представляет 13 объектов и один дизайн-проект. А сейчас рубрика «Дайджест» с кратким обзором новостей Карим Дани. И затем продолжим. 7 миллионов рублей. Такую сумму за текущий год принудительно взыскали судебные приставы Дагестана в пользу несовершеннолетних детей. Сегодня на исполнении находится еще почти 8 тысяч производств по взысканию алиментов. Задолженности данной категории на особом контроле у ведомства. В связи с чем дагестанские приставы присоединяются к всероссийской акции «Судебные приставы детям». В рамках акции на территории республики с 23 мая по 1 июня планируется проведение рейдовых мероприятий. Телефон в мыле. Крупную партию мобильных телефонов пытались передать с воли одному из заключенных Махачкалинского СИЗО. Бдительные сотрудники охраны при досмотре обнаружили телефоны в хозяйственном мыле. Теперь, судя по всему, сиделец изолятора останется и без связи, и без средств гигиены. Полицейские Каспийска обнаружили иномарку, угнанную в Москве. Автомобиль BMW X6 под управлением 39-летнего гражданина был остановлен полицейскими на улице Халилова. При проверке документов выяснилось, что машина значится в федеральном розыске как похищенная. Водитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Анжи не получил лицензию РФС из-за непогашенных долгов. Махачкалинский клуб может пропустить следующий сезон ФНЛ-2. Одна из причин – отсутствие положительной динамики по погашению долгов. В команде намерены подать апелляцию. Она будет рассмотрена до конца мая. В случае, если обжалование будет отклонено, то желто-зеленые рискуют прекратить свое существование. Несмотря на большие финансовые проблемы, Анжи в текущем сезоне идет на седьмом месте. По итогам 31-го тура в активе команды 45 очков. В последнем матче махачкалинцы дома сыграли в ничью с Форта из Даганрога со счетом 2-2. Золотом из Бухары. В Дагестан вернулся обладатель золотой медали первенства мира по рукопашному бою Далгат Гаджали. 16-летний спортсмен стал первым выходцем из нашей республики, кому покорился этот престижный турнир в Узбекистане. Тему продолжит Курбан Рагимов. На лицах улыбки, а в душе гордость за своего земляка. Далгат Гаджалиев и его тренер в объятиях своих главных болельщиков. Радость победы на первенстве мира в Узбекистане с ними разделили родные, друзья и одноклубники по спортшколе «Полет». Соревнования в Бухаре завершились несколько дней назад, а эмоции еще не стихают. Гаджалиев выиграл золото в весе до 65 килограммов. Для этого 16-летнему махачкалинцу потребовалось провести три поединка. В финале он одолел представителя Узбекистана. Признается, что здесь пришлось противостоять не только сопернику, но и болельщикам и судьям. Всего турнир собрал порядка 250 спортсменов из 20 стран мира. Шел к этому долго, тренировался. Тренер, кто здесь присутствует, они знают, насколько мы с тренером к этому сильно стремились. И финал попался очень серьезным узбеком, первым номером Узбекистана, сыном президента федерации республики Узбекистан. Изначально был план завершать бой досрочно, но получилось так, как получилось. Двухразовые тренировки и тяжелые поединки. Теперь все позади. Спортсмены и его наставник Зураб Алиев вернулись домой с чувством выполненного долга. Победа на первенстве мира – это самый крупный успех в 20-летней истории Дагестанской федерации рукопашного боя. Он с первой тренировки проявил свою целеустремленность. И 6 лет мы тренировались, 6 лет мы к этому шли. То, что я как тренер в свое время не смог достичь, я со своим учеником этого достигли. Эта победа, она еще больше для меня ценей. Я бы, наверное, так не радовался, если я выиграл бы это первенство мира. Для других видов спорта показалось бы слишком большой промежуток, но это очень сложный вид спорта. Поэтому мы здесь находимся в этом виде спорта. Нам очень нелегко, очень большая конкуренция в этом виде спорта. Я хотел бы поблагодарить весь тренерский состав. Это не победа чисто как меня, как тренера и как ученика, долгата, как ученика. Нам очень много тренеров, спарринг-партнеров помогали к этой победе идти. Еще одно золото в Узбекистане завоевал другой дагестанец Рамазан Гамидов. Ему не было равных в категории до 88 килограммов. Медаль высшей пробы спортсмена пошла в зачет Тюменской области. Честно говоря, у нас на России было тяжелее, как есть говорю. А так соперников три человека было, три боя. Выиграл достаточно убедительно, отрывом большим. В первую очередь, конечно, Всевышнего, альхамдуллах, получилось выиграть. Долго шел к этому. И последующие родители своих, отца, Джабраила и маму, Патимат. Победив на первенстве мира, Далгат Гаджаалиев и Рамазан Гамидов выполнили норматив мастера спорта России. В планах у рукопашников заслуженный отдых, а уже после начнется подготовка к новому сезону. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И на этом у нас все. Я напоминаю, что смотреть нас также можно в социальных сетях ВКонтакте и Яндекс.Зен. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова